Правительственный кризис в Тунисе. Армия объявила центр столицы страны закрытой военной зоной. Это произошло после того, как в эти выходные в различных городах прошли массовые акции протеста в связи с убийством оппозиционного депутата парламента. Вслед за Египтом волна народного гнева может свергнуть исламистское правительство и в Тунисе, стране, откуда началась цепная реакция революции арабской весны. Подробности в материале Дмитрия Хухлаева. Арабская весна вернулась в Тунис через два с половиной года после того, как в результате первой из череды революций в странах Северной Африки там был свергнут президент Зин Альбедин Бен Али. Сегодня армия полностью блокировала главную площадь столицы страны, объявив ее закрытой военной зоной. Эта мера стала реакцией на столкновения между сторонниками правительства и оппозиции, прошедшие в эти выходные после убийства уже второго оппозиционного политика за полгода. Все подходы к зданию Национальной конституционной ассамблеи, так называется парламент Туниса, сегодня отцеплены колючей проволокой. Перед входом участники сидячей забастовки депутатов от оппозиционных партий, покинувших парламент в знак протеста против убийства своего коллеги Мохаммеда Брахми. Застреленный в минувший четверг после своего дома Брахми был лидером оппозиционной партии Арабский национальный фронт и одним из самых последовательных критиков исламистского правительства Туниса. Его похороны в эти выходные сопровождались призывами к немедленной отставке кабинета исламистов. Сегодня мы провожаем в последний путь мученика и настоящего героя Туниса. Мохаммед Брахми отдал свою жизнь за свободу и процветание нашей нации. Теперь мы все должны пойти к парламенту и дать понять власти, что граждане Туниса больше не намерены молчать. Убийство Чакри Белаиде им сошло с рук. С Брахми такого не выйдет. Упомянутый Чакри Белаид, также член национального фронта, был застрелен в феврале месяце, причем из того же пистолета, что и Брахми полгода спустя. Смерть Белаида вызвала массовые протесты в Тунисе и тогда привела к отставке премьер-министра Хамада Джабали. Убийство Брахми оппозиция назвала новым открытым вызовом демократии, несмотря на то, что правящая исламистская партия Аннахда осудила убийство, списав его на происки радикалов. Похороны Брахми, в которых приняли участие десятки тысяч человек, дали сигнал всей стране с населением в 11 миллионов человек. В разных городах Туниса прошли антиправительственные акции. Жертвами противостояния с полицией стали несколько человек. К понедельнику количество депутатов, покинувших законодательную ассамблею в знак протеста против убийства Брахми, превысило 70 человек, что составляет более четверти от всего его состава. Они готовы сидеть перед парламентом до тех пор, пока он не будет распущен, а в стране не будут назначены досрочные выборы. Дмитрий Хухлаев, телекомпания «Артебяй». Продолжение следует... Продолжение следует...